Всем привет, с вами Прия. Я тут немножко решил волшебство сделать вместе с веб-камерой. В целом это выглядит очень интересно, но еще интереснее будет выглядеть лут с недельных сундуков. Я уверен, что сегодня упадет что-то реально интересное, что-то классное, полезное, то, что я сразу экипирую, вне зависимости от количества порчи. Ну и надеюсь, эти шмоточки принесут мне хотя бы какой-то плюс. Плюмаж? Еще один, серьезно? Люди не могут плюмаж дропнуть месяцами? Я дропаю второй подряд? Или через кд мне выпал второй плюмаж? Но он есть у меня уже, то есть в ту неделю или в позапрошлую он упал. Окей, это интересно, но хотя бы он с бафом, с скоростью передвижения. Это забавно, получается, этот плюмаж просто идет на продажу, но это больно продавать такие вещи вендору. Серьезно? Ладно, ладно, идем дальше. Дальше воин, пускай будет, почему бы и нет. Пара что-нибудь лутануя интересненькое. Быть может это будет щиток, быть может это будет тринкет полезный. Не знаю, не знаю, сейчас посмотрим. В целом, если упадет колечко, то это тоже будет неплохо. То есть, ну нужна какая-то такая бижутерия, такие вещи второстепенные. А, по итогу это запястье на 9% хосты. Ну, кстати, это неплохо. А че попорче получается? В целом нормально, если плащ апнул. Все упирается только в это. Ну, окей, это хорошие запястья. Очень даже, но жаль, что на них нет хосты. То есть, они идут к резерса. Хотя, соотношение статов уже такое, что, наверное, на хосту можно и наплевать на обычных вещах, будучи протваром. Не знаю, если бы я играл им чаще, чем два раза в неделю, то, наверное, я бы знал эту информацию и, как говорится, владел ей. Но могу донести до вас интересную и полезную информацию касательно походов в бзду. То есть, после видосика по типу, что можно сделать, что нужно сделать до Shadowlands, очень много людей решило зайти в сообщество, решило зайти в Дискорд. Почему они сделали это только сейчас впервые, это вопрос, конечно, хороший. Потому что в Дискорде там всегда и анонсики, и всякие другие интересные вещи происходят. Так вот, есть, в общем-то, люди, которые, например, просто написали о себе информацию в Дискорде. Или есть люди, которые просто, например, заинвайтились в Battle.net-сообщество, перейдя по ссылке в описании. Но в итоге-то, как я буду все это фильтровать? Мне нужна у вас полная информация, которая по правилам указана в настройках сообщества в описании его. То есть, нужен и Дискорд, и Battle.net-сообщество. Стоит помнить об этом. А тут у нас... Ну, стукни-то сами по себе интересные, но прок искусности... Это, наверное, не то, что я хотел бы видеть. Ну да. Окей, ладно. Модификаторы текущей недели кровавые, сотрясающие и укрепленные. Модификаторы по факту легкие. Самое главное, чтобы дамагеры не давали станы в момент смерти моба. Ну и чтобы танк нормально водил мобов. Потому что, если танк будет держать мобов в лужицах крови, то ничего хорошего из этого не выйдет. Логично? Логично. Мобы будут хилиться, и по итогу все. Мобчик. Будет целый стоять. Так, а что с пвпшного сундука? Это вопрос тоже хороший. Сейчас какой-нибудь тринкет, может, упадет. Ну да, это азериточка. Конечно же. Конечно. Ну, 400 пыли. Или 200. Сколько там дают. Короче, плюс пыль. Пыль лишней никогда не будет. Ну вот и все. Сундучки вскрыты. Информация основная рассказана. Эксперимент с вебкой произведен, я считаю, успешно. Мне так очень-очень нравится. Меньшая область комнаты, скажем так, захватывается. И вы же никогда не узнаете, что у меня происходит на кровати, например. Вот так вот. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого.